Группа депутатов Государственной Думы обратилась к правительству, к Мишустину с идеей разработать инициативу создания индустрии по восстановлению и использованию бывших в употреблении автозапчастей. Вот у нас, говорит, вот куча БУ автозапчастей, ломаются, мы их меняем, а вот надо, чтобы вот взяли и отремонтировали эту запчасть. Вот если сломается в автомобиле ЭБУ, я очень хочу посмотреть, электронный блок управления, это все, чем управляется автомобиль. Вот я посмотрю, как они будут это восстановлять и ремонтировать. Николай, а как ты относишься к этой идее? Слушайте, новости, которые мы с вами достойны, вот настолько это унизительно для нас. Граждане сверхдержавы, граждане великой страны с историей героической, с потенциалом, с победами, с огромными возможностями для каждого из нас. И в конечном итоге мы слышим новости власти, руководства страны, депутаты Госдумы. Это же статус федерального министра, который выступает и говорит, почему бы не ремонтировать запасные части для автомобилей. Здесь два варианта. Первый вариант это рачительные хозяева. Это те, кто, скажем так, не хотят лишних трат, не хотят лишних издержек, которые вот все возможности, все варианты будут использовать на благо общества. Ну, рассчитывать, что вот система, которая сегодня сложилась в нашей стране, она такова, ну это же неправда, это даже смешно звучит, да? Есть второй вариант, который, конечно же, более реалистичный. Таким образом они пытаются решить проблемы дефицита этих запасных частей. Мы знаем, что против России объявлены санкции, мы знаем, что есть большой пробел и проблема в части сокращения импорта в Россию, что, ну, в том числе создает дефицит, в данном случае, запасных частей. Чтобы этого избежать, что сделала власть? Она взяла и засекретила статистику таможенной службы, федеральной таможенной службы по импорту. Но вы что, решили этим проблему? Да, народ ничего не знает, а значит не может вас критиковать или сказать, что вы недорабатываете, или вы, значит, не справляете своими обязанностями. Но запчастей-то от этого больше не станет, а значит люди увидят рост цен, потому что спрос на запчасти сохраняется, да? Есть люди, которые в аварию там попали, у которых там что-то поломалось, какие-то другие там требования ТО или чего-то еще, да? И им нужны эти запчасти, а их предложение сократилось. Это значит, что они будут расти в цене. Из-за того, что не будет запчастей, будет увеличиваться стоимость ОСАГО. Она уже выросла значительно и вырастет еще сильнее. Почему? Потому что так работает капиталистический рынок. Власть могла бы вполне себе наладить выпуск этих деталей здесь в России. Ну да, может быть полностью, на 100% всех моделей марок, наверное, сложно или даже, правильно сказать, невозможно, да? Но самые ходовые, самые основные вполне себе могла бы. Ну почему нам не взять запчасть и не копировать ее здесь внутри страны? У нас металла нет. Или, может быть, мы резину не можем сделать. Или, может, мы не можем пластиковые детали. Да можем, мы все можем. У нас есть все необходимые ресурсы. Единственное, чего не хватает, это политической воли. Потому что это вложение в реальный сектор экономики. Это вложение в производство. А для этого нужна политика соответствующая. А российская власть такого никогда не делала. Она напротив бизнес доила. Она напротив и видела в этом источник для личного какого-то обогащения интереса. А с точки зрения там решить какие-то социальные проблемы 30 лет у власти, а подвижек в этих вещах нет. И вполне себе могли бы не просто эти производства закупить в Китае, к примеру. Которые вот так по щелчку пальца все, что нужно, организовывают. Все, что нужно, собственно, ставят на рабочие рельсы. Вполне себе могли бы дать наши нефтедоллары или там что-то еще, или там сырьем с ними расплатиться. Но в ответ получить технологии. Они этого не делают. Почему? Ну потому что политика власти нацелена на другое. Они, организовав производство, могли бы сделать какой-то льготный тариф для предпринимателей. Продавать не за 15 рублей киловатт электроэнергии, а продавать за 50 копеек. Продавать газ в 10 раз дешевле реальной стоимости. Бесплатно этот газ давать. С доплатой его отдавать. Почему нет-то? У них что, нету необходимых ресурсов? Да все есть. Нет только политической воли. А если ты организовал это производство и делаешь, я не знаю, там какие-нибудь стеклоподъемники для российских автомобилей, для автоваза. Они сегодня ставят без электрических стеклоподъемников, потому что у них нету производства самого. Они могли бы заниматься этими вопросами импортозамещения. Вместо этого что они говорят? Они вначале поднимают это на счеты. Вот в 2014 году, впервые, когда мы столкнулись с такими масштабными санкциями, все программы импортозамещения сотни миллиардов рублей выделяли на эти направления. Как только ударили санкции, еще более значимый выяснил, что, оказывается, никакого импортозамещения не произошло. Деньги освоены, а результат не достигнут. Начали выяснять, как деньги осваивались. Оказывается, какие-то компании рога и копытов, которые там два с половиной человека, сотни миллионов рублей брали предоплаты авансом и выводили моментально эти деньги за рубеж и уходили от какой-либо ответственности. Ну, казалось бы, да? Ну, ошиблись. Ну, наверное, ошибиться может каждый. Но сделайте выводы. Докажите, что вы можете работать по-другому. Они объявили импортозамещение 2.0 и результат абсолютно тот же самый. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, выходит руководитель Ростеха Чемизов и говорит, импортозамещение это плохо. Импортозамещение не надо. Глупо производить все, что можно производить, потому что есть страны, которые произведут это дешевле. Ну, ладно, казалось бы, ну, Чемизов там пожилой человек, да? Это руководитель государственной кампании. Но есть же там политическая власть, грубо говоря, да, которая говорит именно от имени государственного аппарата, да, системы. Выходит специальный представитель президента Путина и говорит, это потеря времени. Импортозамещение, значит, это, ну, мы не будем этим заниматься. Это вообще чуть ли не вредит, да, это плохо. Но, слушайте, ну, вы ничего нового для нас не открыли. Вы лишь подтвердили то мнение о чиновниках, о системе, что вы не будете вкладываться в реальный сектор производства. Хотя это даст рабочие места, это даст вам дополнительные финансы в бюджет, это обернется запуском логистических цепочек. Ведь это же и транспорт, и коммуникации, да, коммунальные какие-то, или там, обслуживающие системы, структуры. Вы вполне себе запустите этим экономику. Почему это все не развивать? Что, нужно какие-то гениальные умозаключения? Вы же не изобретаете велосипед, вы его просто копируете, велосипед. За вас уже придуманы все эти детали, все эти технологии, вам просто нужно их купить. Я не знаю, сами разработайте, с нуля здесь построите. У нас есть специалисты, профинансируйте это направление. Вместо этого мы с вами видим, что идут какие-то отговорки, что, я не знаю, власть не виновата. Так и должно быть. Я считаю, что все эти вещи, это поражение, да, это такое физическое воплощение, да, на практике, в понятных примерах сути, насколько власть без помощи, насколько она неэффективна, насколько она неидееспособна. Здесь же не просто, вот знаете, как я иногда слышу, да в интернете, на ютубчике каждый может там власть поругать, да. Но, во-первых, вокруг этих выводов, которые кому-то кажется просто поругать, да, должен объединяться народ. Мы налогоплательщики, мы единственный легитимный источник власти. Мы нанимаем этих чиновников себе на службу, и мы должны оценивать эффективность их работы. И если эта работа неэффективна, если задача не выполнена, мы должны требовать их отставки. Мы должны отправлять их на свалку истории. А вокруг чего объединение должно происходить дальше? Что должно стать следующим шагом? Конструктивная повестка. Конкретная программа, конкретный план. Что нужно сделать, чтобы вывести страну из кризиса? Что нужно сделать, чтобы эти задачи были решены? Конечно, мы можем с вами рассказывать о том, что вот на науку надо тратить в 5 раз больше денег. Вот там на систему образования нужно незамедлительно поднять финансирование в 2 раза. Вот там роты, какие-то там минимальные пенсии, зарплаты должны быть увеличены незамедлительно. А кто-то скажет, а деньги у вас откуда? Поэтому программа должна быть всесторонняя и полная, чтобы объяснить не просто рассказать о тратах, справедливых и нужных тратах, стратегически важных каких-то отраслях и направлениях социальной жизни и экономики, а в том числе как этот бюджет наполнить. И здесь же, ну очевидно, надо национализировать нефтегазовую сферу, надо национализировать ключевые и системообразующие важные отрасли, машиностроение, тяжелая металлургия, коммуникации. Нужно коммунальную сферу национализировать, она не должна принадлежать частным лицам. Они будут иметь монопольные возможности и будут пользоваться этими монопольными возможностями в своих интересах. Мы должны все это подчинить интересам общества, а для этого это должно быть в интересах собственности государства и через государственную собственность работать на интересы каждого. Но просто национализация, как и введение прогрессивной шкалы, не даст нужного результата. Она должна сопровождаться установлением народного контроля, рабочего контроля. То есть это должна быть народная власть, власть трудового народа в первую очередь. И если мы с вами добьемся, что рабочие коллективы будут иметь беспрепятственный доступ к финансово-хозяйственной деятельности, и тот, кто будет нарушать это, будет 100% с бесспорными, значит, необсуждаемыми вариантами, будет отправлен за решетку, там, с конфискацией имущества по очень суровой статье, да, с большим сроком заключения. Ну, конечно, трудовые коллективы будут смотреть и контролировать, чтобы их предприятие тратило деньги в нужном направлении, чтобы не было каких-то левых схем, каких-то подставных договоров, в конце концов. Ну, почему нам не дать трудовому коллективу возможность участвовать в принятии решений? Вот 50% при голосовании собственник в лице государства, значит, принимает решение, а 50% трудовой коллектив. Как большинство проголосует работников, так и, собственно, коллектив выскажет свое мнение. И тогда не будет какого-то отчуждения, я не знаю, там, имущества, например, да, с целью ограбить всех и обогатиться лично. Не будет каких-то, я не знаю, там, невыгодных условий. Рабочие, которые трудятся, их очень сложно обмануть. Они на себе испытывают каждый день, да, и преимущества, и проблемы. Поэтому наполнить бюджет – это одно, но добиться справедливого распределения этих государственных бюджетных средств, это имеет ровно такую же важность, как и процесс наполнения этого бюджета. И если общество будет трудящееся, будут высказывать свою диктатуру и принимать решения, страна будет развиваться по-другому. Почему российская власть это сегодня не делает? Тоже задачу такую не ставит. Российская власть, мы видим, да, работает в интересах олигархата. У них все хорошо, они богатеют, они самые длинные яхты в мире покупают, которые у них потом конфисковывают. А политика власти не меняется. Редактор субтитров А.Семкин